Всем привет, ребята, на связи Грим Оптимист. И этот видеоблог я записываю в поддержку Стаса с канала АйкакПросто. Недавно он выложил на своем третьем канале Макс Пауэр целое расследование, посвященное политической проституции и продажничеству среди блогеров. И поскольку Стас попросил всех блогеров, разделяющих его мнение, как-то помочь с распространением данного расследования, я решил свой вклад тоже сделать, пусть и небольшой, но какой уж могу. На самом деле, ребята, тема политической проституции и продажничества среди блогеров это далеко не новая вещь какая-то подобная уже происходила, прецеденты были. Но здесь такой случай, он очень массовый и очень такой мерзкий. И, знаете, он, мне кажется, будет чем-то вроде такой вот отправной точки, от которой все, ну, со временем будет нести лишь более какой-то обширный характер. И Стас, как мне кажется, абсолютно правильно сказал, что нужно это пытаться остановить именно сейчас, потому что потом это будет сложнее. В чем суть вообще замеса? Ну, рекомендую, ребята, ознакомиться с самим расследованием. Ссылочка в описании, там посмотрите. В принципе, вам, я думаю, все станет понятно. Там разложено просто, ну, очень подробно все по полкам. При этом расследование довольно краткое, там, минут 10, по-моему, чуть больше, может быть, 12. И если у вас какие-то сомнения в этом были, я думаю, что после просмотра они исчезнут. Там, ну, совпадений таких быть не может. Все пруфы, как говорится, есть. И еще важный момент. Я не хочу, ребят, лезть в политику в этом видео, поскольку это не тема разговора. Понимаете, глупо придираться к политикам, что они используют средства массовой информации в качестве пропаганды. Так было уже несколько тысяч лет. Я думаю, что даже не сотен даже, а тысяч лет. И, соответственно, как вы понимаете, глупо говорить, что вот политик, он использует пропаганду, он покупает СМИ для своих целей. Так все делают, и это нормально. Хороший в политике или плохой, неважно. Практически все так поступают. Поэтому здесь мы говорить об этом не будем. А вот о именно позиции блогеров надо поговорить, ребят. Поскольку вот с моей субъективной точки зрения, блогер – это в первую очередь человек, который делится своими мыслями, своим мнением по самым разным каким-то вопросам. Показывает свою жизнь, может быть. Ну, в общем, это человек, всегда имеющий субъективную точку зрения, именно свою. Именно за это его смотрят, поскольку людям интересно, вот именно как этот человек относится к тем или иным вещам, как он что делает и все в этом роде. Если человек начинает рассказывать не свою позицию, а чью-либо другую, то есть, ну, будь то, там, проплаченное мнение касательно какой-то техники, например, там, ну, реклама встроенная и так далее. С моей точки зрения, после этого он вообще перестает быть блогером. То есть, это просто, ну, рекламщик, не более того. Причем, ребят, даже вот я могу вам сказать, что любая самая тупая точка зрения и даже зачастую неправильная – это все равно лучше, чем проплаченное мнение. Потому что блогер, как и любой другой человек, он может ошибаться, он может менять свою точку зрения по тем или иным вопросам со временем, и это абсолютно нормально. Если человека покупают, и он начинает нести то, за что ему платят, это уже ситуация другая. Тут уже, как говорится, все потеряно. И с моей точки зрения, именно политическая пропаганда, она самая такая зашкварная, поскольку все уже привыкли к рекламе казино, все уже привыкли к, ну, комара меня кусает. Наверное, сейчас тебя смотрели, такая, Дима, Дима, тебя комар кусает. Все уже привыкли к каким-то, ну, там, интеграциям рекламным, да, таким неприятным. Ну, то есть к этому уже нормально относятся, то, что блогеры, как бы, именно, ну, могут там что-то прорекламировать. Но когда, допустим, несколько блогеров крупных, в числе которых Николай Соболев, Дима Масленников, Лиз ТВ, кто там еще, Тимур Сидельников, они записывают с разницей, там, в несколько часов или максимум, там, дней видеоролики, в которых говорят о том, как замечательно в последнее время преобразился город Москва, как стало лучше здесь, смотрите, какой парк там, все. Ну, то есть, и это происходит, говорю, вот одновременно, причем все эти блогеры принадлежат к одной рекламной сети, то есть, которая ищет им именно, ну, рекламодателей. И говорят одними и теми же словами, практически вплоть до цитат о том, какой замечательный у нас город, как он изменился именно в преддверии выборов очередных, да, ну, и понятно, как бы, кому это выгодно, в принципе, Собянину, естественно. Ну, не буду говорить ничего о нем, поскольку я не знаю, я не живу в Москве и, ну, скажем так, не владею я информацией, да, это и не важно. Суть такова, что блогеры просто показали, что они готовы, в принципе, делать все, что угодно за деньги, то есть, будь то политическая какая-то пропаганда, заказы. И, по большому счету, сейчас все эти YouTube-каналы, которые принимают во всем этом участие, они ничем не отличаются от телевизора, ребят. То есть, происходит ровно то же самое, что и происходит на телевидении. То есть, там у нас свои есть пропагандисты, которые втирают то, что выгодно кому-то, кто платит деньги. И здесь у нас свои пропагандисты, которые занимаются ровно тем же самым. Рука немножко устала, вот. И, по сути, все вот эти вот нападки на телевизор от того же Соболева, что, вол, там одна пропаганда, там все это, ну, это звучит как минимум лицемерно, согласитесь, потому что ты занимаешься ровно тем же самым, просто пытаешься сделать вид, что этого не происходит. Хотя любому, по-моему, адекватному человеку давно уже понятно, что между там Соловьевым и Соболевым разницы практически никакой нет, наверное. Разве что Соболев, он, наверное, скажем так, более интересен все-таки молодой публике какой-то, потому что Соловьева, я думаю, вряд ли там дети смотрят и все так далее. Это, ребят, печально, и это страшно, поскольку это будет нести все больше оборотов. Там платят безумные деньги, то есть известно то, что тот же Соболев получил за этот ролик, только вот за рассказ о том, как замечательно там в Горьковском парке в Москве получил миллион двести рублей. Ну, то есть достаточно солидная сумма. Ну, понятно, у Соболева крупный канал, там у других блогеров поменьше, они, наверное, получили, может быть, там, ну, миллион или, может быть, восемьсот тысяч. Ну, то есть, извиняюсь, скорее всего, суммы как бы немножко поскромнее, но я думаю, что, понимаете, не они, одни вот эти вот блогеры, они на это согласятся. Если начать шерстить каналы поменьше или других городов, то найдутся везде желающие получить деньги за, ну, как бы, за преподнесение своей публике любой информации. Уже были такие случаи, там вот есть канал Гараж 54, там они вместе с мэром тоже там какой-то автомобиль делали. Ну, то есть, есть всегда люди, которые готовы за деньги сделать практически все, что угодно. То есть, они готовы говорить, что им скажут. И просто наша задача с вами, как зрители, да, я себя тоже отношу к зрителям, хоть я и сам, как бы, да, ютубер. Наша задача клеймить позором этих людей, чтобы они тонули в дизлайках, чтобы у них была, не знаю, там, половина матерных и оскорбительных комментариев под видео, чтобы любой человек, который потенциально мог бы, скажем так, быть с промытыми мозгами после просмотра этих видео, чтобы он видел реакцию людей, что у них куча дизлов, что у них куча оскорбительных комментариев, им придется либо закрывать дизлайки-лайки, а это уже такая ситуация, да, либо им придется закрывать комментарии, потому что модерировать сотни тысяч комментов невозможно. То есть там, не знаю, надо модераторов тысячу человек нанимать туда. Это как бы малореально. Вот и все. Ребят, то есть, если это делать, то вся их деятельность, она, ну, очень, она не то, что прям затухнет, она очень сильно усложнится. Просто у них настолько большая аудитория, которая, ну, зачастую малограмотная, там детей много, она реагирует так, что, ой, Соболев снял новый видосик, давай посмотрим. Они даже не задумываются о том, что там есть, да, встроенная какая-то пропаганда и все в этом роде. То есть, и таким людям нужно как бы доносить эту информацию о том, что дела обстоят именно так. В противном случае это будет разрастаться как, ну, как, я не знаю, как чума. То есть, понимаете, сейчас есть, например, попытаться вот людей, которые в этом замешаны реально дальше как-то гасить, ну, в информационном смысле, то другие блогеры, которые, возможно, хотели бы продаться, они подумают, что, а стоит ли оно того, ну, получу я сейчас 500 тысяч рублей за вот эту вот пропаганду. Ну, у меня там канал в дизлайках потонет. И стоит ли оно того вообще? Нет. Вот, как бы, может быть, все-таки лучше как-нибудь рекламу там, ну, попроще какую-нибудь строить и работать дальше. Это как бы на самом деле важно. Потому что ничего другое людей не остановит. Только, только страх, ну, скажем так, потерять свой канал. Потому что сейчас среди многих блогеров вообще вот именно, ну, я не знаю, больше всего, наверное, блин, я немножко косноязычный сейчас скажу, имеет место быть вот стремление как можно больше увеличить свою аудиторию, но не для того, чтобы как-то, ну, больше там с просмотров денег зарабатывать, для того, чтобы как-то больше влияния иметь, там, ну, больше просто подписчиков, а для того, чтобы просто канал набрал вес, чтобы подороже продать свое очко, да, как бы на сторону. Вот как они делают, собственно говоря. И недавняя ситуация с рекламой выборов, которая также была на многих каналах, там, Лиска, Кузьма, кто там еще, Хованский, да, на этом деле попались. Она как бы показала, что большинству аудитории им вообще насрать на это. То есть, да, вот в тот момент, когда это спалили, там и сам Соболев тоже им, типа, ну, попытался предъявить за то, что они продажные. Ну, там это все понятно. Он пытается на двух стульях всегда усидеть, потому что, типа, я вот не такой, как все, я, типа, там, практически, не знаю, там, оппозиция, да, но при этом, как бы, любому человеку, который старше 10 лет, по-моему, понятно, что никакого отношения к оппозиции он не имеет, но у него просто всегда такое вот, такое стремление, вот именно, и вашим, и нашим. То есть, чтобы, как бы, вот, нигде не это, чтобы все его любили вокруг, то есть, неважно, там, кто каких взглядов придерживается, чтобы ни у кого не было претензий к Николаю Соболеву. И тот случай показал, что людям плевать, Камар тут, что людям, понимаете, плевать. То есть, они, да, побузили пару недель, там, в дизлайках потонули каналы, а потом прошло месяц, прошел, там, два, сейчас все как было. То есть, люди реально, вы поймите, то есть, я сейчас не про политику, то есть, неважно, понимаете, кто им проплатил, хороший политик, плохой. Важно в том, что эти блогеры, которые считаются лидерами мнений, которых многие смотрят, к мнению которых многие прислушиваются, они занимаются пропагандой политической. И неважно, кто у них покупает, скажем так, вот это вот мнение, да, в кавычках, неважно абсолютно вообще, блин, комаров что-то столько. Это вообще неважно. Важен сам факт, что они его продают. Соответственно, они уже не блогеры, они никакого отношения к видеоблогингу не имеют. Это просто люди, которые бабки зарабатывают. Причем зарабатывают самыми, наверное, помойными способами. Даже любая реклама, там, казино, я не знаю, финансовых пирамид, чего угодно, одна лучше, чем эта. С моей точки зрения, вы можете, конечно, быть не согласны, это ваше право, но мне так кажется. И если, понимаете, публика будет дальше реагировать так же, то, что, ну да, вот вышла у кого-то политическая пропаганда, его там недельку пожурили, там, обосрали, у него там дизлайков прибавилось, а потом через месяц опять все-все забыли, все опять хорошо, то это будет дальше только накапливаться, накапливаться, накапливаться. И в дальнейшем будет огромное количество каналов, которые изначально создаются в пропагандистских целях, где люди изначально создают вот именно свой видеоблог, чтобы потом очко свое продать подороже. И мы вообще с вами нормальный, честный какой-то и субъективный, да, хотя все почему-то ищут объективную какую-то точку зрения, я ищу обычно на ютубе субъективную. И мы такой точки зрения не увидим, мы будем видеть только то, что проплачено. Вы это хотите? Я лично нет. Я не хочу. Поэтому Стасу большой респект от меня. Я вообще не понимаю, как этот человек все успевает. У него два канала техноблогерских, да, таких. Еще он там работает сейчас там, ну, в новостном там паблике, еще сейчас он Max Power ведет. Как он все, я вообще не понимаю, как он все это успевает. Какой-то, блин, человек-робот, он спит, нет вообще. Стас, если ты смотришь, мало ли вдруг кто-нибудь скинет, напиши, ты спишь вообще? Нет, я что-то сильно сомневаюсь. Вот, так что тебе большой респект за то, что, ну, с моей точки зрения, занимаешься правильными вещами. И странно даже видеть, конечно, что ведущий техноблогер вынужден заниматься, скажем так, такими расследованиями, вместо того, чтобы рассказывать о, не знаю, каких-нибудь достижениях технологий. Ну, видимо, кому-то надо, вот, Стас справляется хорошо. Вот. Еще раз говорю, ссылка в описании, обязательно посмотрите. На этом будем прощаться, ребят, спасибо за внимание. Я просто не хочу сильно затягивать и так затянул. Вот давно просто блоги не снимал, что-то захотелось. Друзья, давайте, всем всего хорошего, не болейте, пишите обязательно мнения свои, подписывайтесь, там, ставьте пальцы вверх, ну, как, или вниз, если не согласны, как вам больше нравится. Всем до скорого и всем пока!